Всем привет! С вами Хельга Пирогова. Давайте обсудим главные новости вторника. Кадыров грозит Украине возмездием за атаку дронов в Гудермесе. Путин провел тренировку ядерных сил и снова грозит Западу. А в Альяновской области открыли памятник солдату НАТО. Давайте обо всем по порядку. Утром мы рассказывали вам об ударе по университету спецназа в Гудермесе. Это Чечня. Беспилотники угодили в одно из зданий вуза, после чего там загорелась крыша. В феврале этого года университет назвали именем Путина. Реакция Кадырова не заставила себя ждать и в целом оказалась предсказуемой. Да он пообещал ВСУ такое возмездие, что им и не снилось, ведь они нас укусили, мы уничтожим. Это цитата. Чуть позже появились подробности того, что он имел в виду. Сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, не брать плен, уничтожать и усилить борьбу еще более 100%, чтобы понимали, как чеченцы еще могут. Что ж, Дон, судя по сфоткам с фронта, Дон, эти угрозы остаются только в интернете, Дон. В университете спецназа в Гудермесе готовят кадры для отправки на фронт. Совсем недавно туда с визитом приезжал Путин. Учитывая, как сильно он боится за свою жизнь, теперь он туда не ногой. И другая новость. Сирена выяснила, как партия Путина, Единая Россия, организует свой пиар. Оказывается, самым крупным получателем госконтрактов на информационное сопровождение стал холдинг «Премьер Медиа Инвест». Он получил в 12 раз больше денег, чем тот же ВГТРК. Основателем холдинга оказался некто Федор Щербаков, пиарщик и, как писали журналисты, человек из окружения Дмитрия Пескова. Что интересно, сейчас Щербаков находится в розыске по делу о вымогательстве. Новый владелец «Премьер Медиа Инвест» – бизнесмен из Кузбасса Евгений Филиппов. Он знаменит тем, что занимался строительством гипермаркетов «Лента» и «Леруа Мерлен». В Краснодаре вынесли приговор Сергею Денисенко. Его обвиняли в убийстве замглавы отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара. Станислава Ржицкого застрелили чуть больше года назад во время пробежки. На работу в администрации он командовал двумя подлодками. Денисенко приговорили к 25 годам колонии. Следующая новость из Подмосковья. В Долгопрудном загорелся склад с удобрениями. Площадь пожара более тысячи квадратных метров. Очевидцы говорят о стойком запахе горящей резины. По последним данным пожар локализован. Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания. По видеосвязи, как он любит. Свои речи начал он с того, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений. И ядерное оружие, конечно, крайняя мера. Но тут же свернул в другую сторону. Учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. В последний раз Путин проводил эту тренировку ровно год назад. Совсем недавно он предложил обновить ословы государственной политики в области ядерного сдерживания. Так, к основаниям нанесения ядерного удара он захотел добавить пункт об агрессии со стороны неядерного государства при поддержке ядерного государства. В Коркино семье убитой таксистки Елены Сарафановой окажут поддержку. Благотворительный фонд русской медной компании купит семье жертву квартиру, выплатит ипотеку, а также будет выплачивать матери Елены 100 тысяч рублей ежемесячно. На прошлой неделе убийство женщины обернулось погромами в цыганском районе города. Больше ста человек собрались у дома предполагаемых убийц. Они бросали камни в окна, поджигали и переворачивали машины. По делу об убийстве женщины задержан 16-летний подросток. Также арестован житель Коркино, который открыл стрельбу во время беспорядков. В Ульяновской области установили памятник солдату НАТО. Раньше изначально планировалось, что это будет памятник российским солдатам. Открывали торжественно в присутствии депутатов и жителей. Но в итоге форма и оружие на изображения солдата американские. Автор памятника, зет-активист Данил Ибетов, объяснил, что никакой ошибки нет. Солдат российский, а форма и оружие – это военный трофей. Видимо, до этого этот солдат бегал голым. Звучит в целом убедительно, но часть памятника почему-то все равно демонтировали. Актер Артур Смоленинов заочно арестован Басманным судом Москвы. Напомню, что против него заведены дела о возбуждении ненависти и фейках про российскую армию. Поводом стала открытая позиция Смоленинова, который осудил вторжение в Украину. Вести дела на актера требовал лично глава ИСК «Обострыкин» еще в январе 2023 года. Также Смоленинов признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов. Владимир Зеленский попросил у США ракеты «Томагавк». Как сообщает газета New York Times, это содержится в закрытом приложении так называемого «Плана Зеленского». Напомню, план послевоенного мира подразумевает поставки в Украину оружия, которое отобьет у Путина желание нападать снова. Дальность полета ракеты «Томагавк» составляет 2400 километров. И она могла бы поражать в том числе цели в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Одни пугают ядерным ударом, другие – ракетами. А власти Иркутской области пугают жителей, играющими в животных детьми. В Усольском районе проводят встречи с родителями и даже напечатали специальные памятки «Осторожно квадробинг». Там говорится, что квадроберы нападают на людей и других животных. Если вас когда-то обижали дети, напишите, пожалуйста, в комментариях. Тем временем в Москве совершено разбойное нападение на «пятерочку». Похищены 25 пачек сливочного масла. Камеры зафиксировали, как преступники воровали масло, а потом устроили драку, когда их попытались остановить. В итоге дело заведено по статье «Разбой». Двое обвиняемых арестованы и им грозят большие сроки. Хотелось бы, чтобы такая новость воспринималась как курьез. Но тут важен контекст. Путин загоняет Россию в нищету и миллионам людей буквально не хватает денег на еду. А масло быстро растет в цене. С начала года цена на него выросла почти на четверть. А для нас всегда самыми дорогими остаетесь вы, наши любимые зрители. Спасибо, что вы каждый день с нами и помогаете распространять видео. Благодаря вашим лайкам и комментариям ролики попадают в рекомендации Ютуба. А сейчас на экране имена наших спонсоров. Показываем их всегда с согласия. А поддержать нас можно на Патреоне канала по ссылке в описании. Всем огромное спасибо. Увидимся завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok